Безопасность дорожного движения является одной из наиболее актуальных тем современного общества. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – одно из наиболее серьезных нарушений со стороны водителей. Тем не менее, далеко не все и все так очевидно, как кажется. В своих недавних постановлениях ВСРФ напомнила, что важно не только наличие оснований для административного наказания, но и безупречное соблюдение процедуры привлечения лица к ответственности. За последнее время участили случаи установления лиц, управляющих транспортными средствами, в состоянии опьянения. Это программа «Прокурор в теме» и я представляю гостя в студии заместителя прокурора Красноглинского района города Самара Андрей Петрович Токмаков. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот мы сегодня не случайно взяли эту тему для нашего сегодняшнего разговора. Так первый мой вопрос. Скажите, а почему именно у прокуратуры этот вопрос на особом контроле? Ну, действительно, прокуратура не занимается выявлением своего рода административных правонарушений, предусмотренных за те деяния, о которых вы говорили, либо к уголовным преследованиям прокуратуры. И это надзорный орган, который заинтересован именно в обеспечении законности при проведении административных расследований и проведении расследований по уголовным делам органами дознания, которые предусматривают ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ну, хорошо. Когда попадает к вам это дело вот о таком правонарушении, но ведь рассматривается оно через суд. Почему все-таки прокуратура этим занимается? Уголовное дело расследуется органом дознания. Сейчас мы говорим про статью 264 Прим Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, который ранее был подвергнут административным наказанием, либо имеет судимость за аналогичное преступление. Соответственно, орган дознания по окончании предварительного расследования направляет в уголовное дело прокурора. Прокурор уже смотрит обоснованность предъявленного обвинения и принимает решение либо о направлении уголовного дела в суд, либо о возвращении дела на дополнительное расследование. Вот так вот, да. То есть в любом случае здесь не обойдется. Хорошо. Какая ответственность предусмотрена за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а на сегодня, может быть, были какие-то изменения, либо все по-прежнему дорого и сурово, как говорится? Ну, если лицо впервые привлекается к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, то здесь у нас предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 Кодекса о административных правонарушениях, и на лицо, как правило, накладывается штраф и лишение права управления транспортным средством на срок до трех лет. Так, штраф какой на сегодня? 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Ну, а есть все-таки еще и злостные нарушители, которые попадаются не первый раз. Вот давайте мы напомним, какая ответственность, если уже за аналогичное правонарушение они были подвергнуты административной ответственности. Да, такие случаи, они в практике не редкие, и, как бы, законодатель с этой целью ужесточил ответственность для таких лиц, и в 2014 году ввел в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое ранее подвергалось административному преследованию, либо имеет судимость за совершение аналогичного преступления. Это состав, предусмотренный статьей 264 прим 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Здесь, как бы, следует отметить, что эта статья предусматривает очень жесткие по отношению к водителю меры ответственности. В частности, по первой части предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей, по второй части до 500 тысяч рублей. Кроме того, также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет по первой части и до трех лет, соответственно, по второй части. Как бы, нередко, что люди не только отделываются условным сроком, но иногда. Ну и, да, приобретают реальность. Скажите, пожалуйста, а вот много ли таких преступлений, вот как раз именно предусмотренных этой статьей 264? Часть первая выявляется на территории именно Красноглинского района нашего города. Ну, если говорить вот об итогах 9 месяцев текущего года, то было выявлено таких преступлений 25, что, в принципе, более чем в два раза, чем в прошлом году. То есть статистика растет? Статистика растет, ну и следует отметить более активную роль правоохранительных органов, которые занимаются выявлением этих преступлений. Ну и сам Красноглинский район тоже по себе своеобразный. Очень много турбаз, пляжей и прочее. И сотрудники полиции знают, где можно выявить такие правонарушения, где лица могут злоупотреблять своими правами управления. Да, проводятся очень часто такие рейды как раз по выявлению лиц. Ну, скажите, пожалуйста, а вот, в принципе, можно охарактеризовать лиц, которые вот прям вот подвержены и попадаются под эти наказания? Кто это? Молодые люди, либо это среднего возраста, мужчины, женщины? Ну, зачастую здесь возраст не играет роли, зачастую здесь больше, наверное, играет роль склонность к употреблению спиртного, тяга. Лица, которые зависят от алкогольных напитков, им не важно, что они, может быть, уже ранее привлекались, либо еще не привлекались, но они садятся и рискуют. Тем самым не только своими правами, но и жизнями и здоровьем других людей, кто может попасться на пути у таких водителей. Хорошо. Практика назначения наказания все-таки вот за данное преступление существует? Если да, то какая? Практика, конечно, существует. Для как бы преступления, предусмотренного статьи 264 прим, это преступление небольшой тяжести. Соответственно, лицу впервые, которое привлекает склон ответственности, лишение свободы назначено быть не может. И назначаются альтернативные виды наказания, такие как обязательные работы. Но, тем не менее, в практике имеют место случаи, когда, например, у нас есть житель района, который привлекался к уголовной ответственности по статье 264 прим УКС Федерации трижды. И вновь был застигнут в момент совершения преступления. И уже здесь как бы он не отделался условным сроком. А суд все-таки назначил ему реальное наказание в виде лишения свободы и отправил места лишения свободы. Многие пытаются договориться на месте, и практика такая есть, это не секрет. Предлагая взятку должностному лицу, я имею в виду сотруднику ДПС на месте. Передаются ли такие дела в прокуратуру, и насколько серьезным нарушением это является? Ну, за последнее время у нас таких случаев не уявлялось на территории района, именно чтобы в плане дачи взяток сотруднику ГАИ, потому что лица понимают, что сейчас за такие преступления ответственность, она очень ужесточена была, именно за коррупционные. И даже сами те лица, которые попадаются, они зачастую просто не идут на такие меры, как решение вопросов сотрудниками ГАИ. Ну, какие меры, давайте тогда скажем, раз мы начали об этом говорить. Ну, здесь как бы, если есть, мы говорим о таких преступлениях, которые выявляются вот именно в плане дачи взяток, то это статья 291, да, полном кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за дачу взятки должностному лицу. Как правило, сотрудники ГАИ, они, значит, при поступлении определенного к нему такого предложения, просто выводят рапорт, задерживают лицо, соответственно, регистрируют все это, и уже дальше уголовное преследование в отношении такого лица. Хорошо. Передать управление автомобилем нетрезвому лицу, это тоже проблема, и она на сегодня есть. То есть, скажите, а это может сделать только водитель? Есть ли такие дела у вас в производстве? Ну, здесь это административная практика, в прокуратуре таких дел как бы нет, но могу сказать, что ответственность, конечно же, несет в первую очередь собственника транспортного средства, который, если в момент остановки находился в одном автомобиле с тем лицом, у которого он находится в пользовании. Если собственник сможет доказать, что передал транспортные средства в пользование лицу до того, как лицо, употребило алкогольные напитки, то, возможно, что сможет избежать ответственности. А есть ли какие-то смягчающие обстоятельства, ну или, может быть, я не знаю, условия какие-то, которые вот именно могут смягчить вину лица, который находился в данном случае в состоянии, может быть, легкого алкогольного опьянения? Нет, конечно, таких оснований нет. У нас даже уголовный кодекс предусматривает, что состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством предназначения наказания. Хорошо. Если виновное лицо скрылось с места совершения дорожно-транспортного происшествия, а впоследствии не удалось установить, в каком состоянии был водитель, был он трезв или пьян, скажите, вот влияет ли это на размер наказания, потому что, как правило, многие отказываются на месте проходить освидетельствование. Вот как быть, правильно ли это или нет, конечно, я понимаю, каждый для себя всегда решает сам, но, тем не менее, с правовой точки зрения, все-таки как сделать лучше так, чтобы обезопасить себя в будущем? Ну, здесь, получается, если лицо отказывается от поражения, то здесь предусмотрена статья 12.8 КОАП РФ. Значит, она предусмотрена ответственность, такую же, как наравне с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. То есть, если ты отказался, значит, ты автоматически уже... А если человек скрывается с места ДТП, то за оставление места ДТП предусмотрена иная административная ответственность, и здесь, как бы, если мы не докажем факт того, что лицо находилось в состоянии опьянения, то мы уже не сможем установить этот факт. А существуют ли сейчас какие-то... Ну, вот раньше существовали промилле, там, 0.2, 0.3, там были какие-то даже допустимые. То есть сейчас, вот вы сказали, если человек отказался от прохождения недосвидетельствования, то он автоматически считается уже пьяным и нарушившим, и, соответственно, уже и наказание. Правильно я понимаю? Да, все правильно. То есть тут промилле не играет роль, если человек отказался, то он отказался. И неважно, сколько у него промилле будет установлено в крови. Хорошо. Какое наказание предусмотрено нетрезвому водителю за совершение по его вине дорожно-транспортного происшествия, и если даже повлекшее гибель людей? Здесь тоже у нас Уголовный кодекс предусматривает ответственность по статье 264 Уголовного кодекса РФ. И, то есть, квалификация идет в зависимости от того, какие последствия наступают после такого дорожно-транспортного происшествия. Это либо причинение тяжкого вреда здоровью, либо гибель одного лица. А если это гибель двух и более лиц, то это уже наиболее тяжкий состав преступления. А если лицо еще в этот момент и находилось в состоянии алкогольного опьянения, то, соответственно, и санкции статьи, и квалификации уже более ужесточены для таких лиц. Но это в любом случае наказание, и в любом случае срок. Да, конечно. Если алкогольное опьянение, но бывает такое, и, кстати, вот, может быть, расскажете, приведете примеры и случаи статистики. В Красноглинском районе были ли случаи, когда случались ДТП с участием пешеходов, но вот выскочил в неположенном месте, произошло ДТП, наступил летальный исход, но не видел, перебегал в неположенном месте. Все равно это произошло. Вот в таких случаях будет ли ответственность? И вот в вашем видении есть ли такие случаи и какова статистика? Ну, у нас таких случаев не было, но в целом лицо, которое допускает такое происшествие, должно доказать то, что он, говоря, не видел в условиях вот этой вот обстановки. Лицо, которое, нарушение правил дорожного движения, перебегало поезжую часть. То есть, если будет установлено, что действительно водитель не мог предвидеть, двигался с безопасной скоростью, обеспечивающим контроль за транспортным средством, следовал по маршруту своему. И, значит, здесь как бы возможно, что может избежать ответственности за вот такое вот причинение вреда. Хорошо. Имеются ли еще какие-то преступления, характерные именно для Красноглинского района нашего города? На какие бы, может быть, вы обратили особое внимание? Ну, на территории Красноглинского района располагается у нас единый регистрационный центр налогового органа, где, значит, происходит регистрация юридических лиц. Зачастую в ходе проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительских органов и налоговых органов выявляются фирмы-однодневки, так называемые в кавычках. Соответственно, в ходе проведения вот этих вот проверочных мероприятий установится, что зачастую, что лицо, которое на себя открыло вот эту фирму и является учредителем, либо директором, является попросту номинальным хозяином этой фирмы. То есть, фактически, действие не осуществляет, а просто предоставил документы и открыл на себя вот это вот юрлицо. А в чем выражается преступное действие вот указанных лиц и фирм, которые они на себя оформляют? Ну, преступное действие выражается в том, что, значит, лицо передает свой паспорт другому лицу, который в последующем собирает пакет документов, при этом он может не совершать никаких действий, а просто передает свой документ. И за это предусмотрено уголовное ответственность по статье 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Зачастую, как бы, лицами, которые вот предоставляют свои документы, выступают лица либо с низкой социальной ответственностью, либо лица, попавшие в трудное материальное положение. Да. И которые буквально за несколько тысяч рублей передают свой паспорт вот лицу для того, чтобы на его имя открыли ООО или иное юридическое лицо. Так. И даже не задумываться о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Какая? Значит, вот статья 173.2 предусмотрит ответственность. И здесь, как бы, предусмотрена санкция статьи либо штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо альтернативные виды, это обязательная, либо исправительная работа на срок до двух лет. Но это если лицо может оказаться неплатежно способным, правильно я понимаю? Да, конечно. Если лицо не сможет оплатить штраф, то и назначать ему такое наказание нецелесообразно. И зачастую, как бы, вот такие лица, они говорят, мы не знали, что мы совершаем преступление, но у нас уголовный закон не освобождает ответственности за его незнание. Незнание законы, да, не освобождает от ответственности. Я с вами совершенно согласна, но вот скажите мне, пожалуйста, вот понятно, что полиция занимается выявлением таких преступлений, но вот, опять же, у прокуратуры этот вопрос тоже на контроле, если мы сегодня говорим об этом, верно? Да, все верно. Как бы, выявляются такие преступления и подразделениями полиции, и налоговых органов, и, соответственно, проводятся проверочные мероприятия, которые в последующем служат поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел по соответствующей статье, которые расследуют следственными органами МВД. Соответственно, прокурор осуществляет надзор за ходом расследования данных уголовных дел, и после того, как дело поступает к нему, он проверяет законность, обоснованность принятого решения следователем о направлении именно уголовного дела прокурора. Прокурор либо соглашается, либо не соглашается с теми выявлениями, которыми пришел следователь. Но в любом случае, как бы, то есть прокурор именно надзирает за ходом расследования данного уголовного дела. Андрей Петрович, я еще хочу спросить вас о том, какими делами занимается прокуратура Красноглинского района. Все-таки я попрошу охарактеризовать район, в котором вы работаете, и попрошу рассказать немножечко о себе и о том, как пришли вы в эту профессию, и в основном, какими делами вы занимаетесь. Пришел я в органы прокуратуры в 2007 году, и как бы с этого времени всегда занимался именно уголовно-процессуальной деятельностью в органах прокуратуры. Начинал я с помощника прокурора Куйбышевского района, затем помощника прокурора Ленинского района, работал в аппарате прокуратуры области, ну и затем был назначен заместителем прокурора Октябрьского района и переведен уже заместителем прокурора Красноглинского района в 2020 году. Тот же район, конечно, Красноглинский, он специфический. А в чем? Вот вы уже два раза за наш с вами разговор назвали эту фразу специфически. А в чем специфика заключается? У каждого района есть своя специфика тех преступлений, которые совершаются на его территории. Красноглинский район, конечно, относится к тем районам, где очень много людей, ну, неблагополучных. То есть зачастую у нас много совершается преступлений и половых, и убийств, и причинения тяжкого вреда здоровью. Как бы сотрудники полиции в 100% случаев такие преступления раскрывают, соответственно, лица, которые их совершают, несут ответственность. Но, тем не менее, как бы статистика такая, что вот именно такие преступления совершаются на территории района. Но мы, конечно, орган прокуратуры принимаем коррекционные меры, значит, чтобы ориентировать на снижение вот таких преступлений, в том числе ориентируем органы полиции на выявление преступлений двойной превенции, то есть чтобы появлялись преступления, такие как побои, причинение средней тяжести вреда здоровью, легкого вреда здоровью, которые, как бы, мы считаем, что все-таки служат для предотвращения наиболее тяжких преступлений именно в отношении личности. Ну вот сотрудники полиции проводят профилактические рейды. У меня вопрос к вашему ведомству. А вот что делаете вы, может быть, даже и в помощь органам, чтобы предотвратить, ну вот хотя бы какие-то незначительные мелкие преступления, если вообще, в принципе, об этом можно говорить? Ну, прокуратура, она как бы занимается именно координирующей деятельностью. Именно надзорные органы. Надзорные органы мы занимаемся, да, координацией деятельности. Выявление предупреждения преступления – это, конечно же, прерогатива правоохранительных органов. И задача прокуратуры именно наладить вот эту взаимосвязь между правоохранительными органами района, чтобы не было у нас преступлений, их количество снижалось, раскрываемость увеличивалась. Как работаете с обращениями граждан? Очень важный вопрос. Со всеми ли вопросами можно обратиться в прокуратуру? И вот насколько заявление, которое поступает к вам от граждан, и, может быть, какие-то сроки озвучите, доходит до своего логического завершения? То есть выступаете ли ваше ведомство гарантом того, что, обратившись в ваше ведомство, вопрос будет решенный? Ну, здесь начнем с того, что количество обращений граждан действительно в последнее время возрастает, что говорит о том, что доверие граждан к органам прокуратуры все-таки растет, и люди идут с жалобами, с обращениями, с заявлениями в прокуратуру. Мы, конечно же, по каждому заявлению стараемся проводить проверку и устанавливать какие-то нарушения законов. Если это жалоба, грубо говоря, на действия сотрудников правоохранительных органов, то мы ее рассматриваем в порядке статистов 24-й в срок от 3 до 10 суток. Если же эта жалоба касается общенадзорных каких-то вопросов, то здесь срок рассмотрения обращений составляет до 30 суток. И, как правило, по всем обращениям мы стараемся провести полную проверку и довести до логического конца все те вопросы, которые озвучиваются гражданами, и решить их проблемы. Ну, абсолютно ли все? Не лукавите ли вы здесь, Андрей Петрович? Ну, ведь бывают моменты, когда прокуратура не занимается какими-то вопросами. Можете, кстати, их озвучить сейчас, чтобы сократить даже, может быть, обращения граждан. Понятно, если какая-то серьезная проблема, конечно, нужно обязательно и писать, и приходить, и жаловаться. Но есть ли те вопросы, с которыми проще и эффективнее, самое главное, обратиться, к примеру, в полицию? Ну, можно же, конечно же, обратиться и в полицию. Ну, в принципе, здесь как бы даже если гражданин обратится в прокуратуру, то если это заявление о преступлении, прокуратура также регистрирует в своей книге «Учет сообщений о преступлениях» это заявление и направляет его, значит, в полицию. Если же это касается вопросов именно контролирующих органов, то здесь как бы прокуратура рассматривает обращение гражданина и может в части это обращение направить в контролирующий орган, чтобы он также провел проверку и затем в последующем предоставил ответ гражданину и в прокуратуру о том, какие меры были приняты и в чем выразилось решение проблемы гражданина. Сейчас, с учетом очень непростой эпидемиологической ситуации, скажите, пожалуйста, каким образом все-таки взаимодействовать с вашим органом? Лучше минимизировать все-таки, наверное, личные какие-то посещения и обращения? Работает ли у вас обращение онлайн? Можно ли подать заявление посредством интернета? Как это лучше сделать и через какие ресурсы? Ну, здесь как бы вариантов много в обращении в прокуратуру. Давайте, не торопясь, расскажем о каждом. Во-первых, значит, гражданин может обратиться посредством сети интернет, да, онлайн, обращение подать через соответствующий портал. То есть заходит в поисковую систему, набирает, подает заявление в прокуратуру Самойской области, находит в соответствующий сайт прокуратуры области и направляет туда обращение. Или на межрайонную инспекцию? Нет. Нет. В прокуратуру области. Области. Да, подается обращение. И, как бы, там оно регистрируется, зачем оно отправляется в соответствующее подразделение для рассмотрения. То есть здесь, как бы, минимизируются риски, вот, именно того, что будет прямой контакт гражданина и, там, сотрудников прокуратуры. Второй вариант подачи обращения, это, значит, в каждой прокуратуре, как районно названо, так и в аппарате, имеется ящик для обращения граждан, который ежедневно вскрывается. То есть гражданин может прийти, просто опустить свое обращение в ящик и, соответственно, сотрудник прокуратуры, ответственный за то, что извлекает корреспонденцию, регистрирует это обращение и в последующем оно передается исполнителю для рассмотрения. Ну и третий вариант, в любом случае, прокурор всегда, значит, готов принять гражданин на личном приеме, у нас есть соответствующие графики. Которые также можно узнать. Да, мы не абстрагируемся от людей, мы просто, если человек пришел, мы всегда примем, выслушаем, значит, и примем обращение, какие-то меры. А взаимодействуете ли вы с гражданами посредством соцсетей? Да, конечно. У нас есть такие мероприятия, как просвещение, то есть правовое, да, и здесь мы на постоянной основе, значит, либо через какие-то социальные сети, либо еще как-то освещаем деятельность прокуратуры. И разъясняем порядок подачи обращений, какие-то защиты прав и другие моменты. Ну вот скажите, пожалуйста, когда направлено к вам обращение, жалоба, как быстро можно ожидать ответа, скажите, пожалуйста, если это направляется вот через ящик непосредственно, если человек пришел в прокуратуру, и посредством сети интернет? Ну, срок рассмотрения обращения, он един как для тех обращений, которые поступают посредством сети интернет, так и для тех обращений, которые принимаются на личном приеме, либо из ящика для обращения. Он предусмотрен на соответствующие инструкции, то есть я говорю, если это жалоба на действие, без действия сотрудников прохождения, то это от 3 до 10 суток, если это жалобы, касающиеся общенадзорных каких-то мероприятий, то до 30 суток срока рассмотрения обращения. Ну что же, спасибо вам большое, наше время подошло к концу, спасибо за ваши компетентные ответы, ну а сегодня, как вы сказали, я надеюсь, мы просветили наших уважаемых телезрителей, ну вот в части даже тех моментов, о которых мы сегодня говорили. Благодарю вас, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, посмотрели программу, прокурор в теме, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok